Здарова бандиты, с вами Панда. На улице уже весна, а в доте все еще довольно холодно, потому что бои, так сказать, идут целыми днями. Где-то вдали, в кустах, застревает бедный несчастный Пуч и СФ довольно легко его разбирает. Вообще, в данном случае наглость легионки, наглость фантомки мне не очень понятны, потому что мне кажется, нужно было отступать под башню. Что и делает Джакира, но Джакира тоже ведет себя неадекватно, потому что не видит он, или не знает, или не хочет видеть, что у СФа есть Аегиса, значит за Рампагу он может идти до конца. Что он, собственно, и делает. Нужно как-то анализировать, что противник претворяет. Собственно, Тайдхантер, да, казалось бы, даст рэвич, но рэвич же нет, рэвич на откате. Остается с гирокоптером практически один на один и в одного кентавра дает рэвич, видимо, желая задеть гирокоптера, но хотя бы сделал Рампагу. Я считаю, что лучше так, чем не сделал бы. Пудж, хитрый мансующий Пудж. Начинается все с того, что получается скушить Фантом Лансера. Где-то вдалеке команда противника, Пуджу немножко не до того, хороший блинк, хук под ТП, но попадает туда ЦМка. Зачем она разультовывается? То ли она не сообразила, то ли, ну вот что она хотела своим ультом доказать сейчас, я понятия не имею. Тем не менее, еще один хороший хук летит и уничтожает, соответственно, земельку, если можно так сказать. И куда-то вдаль убегает Лайфскиллер, классический противник Пуджа, но Пуджа его. И сейчас Виндранер тоже такая, типа, ну я пошла, ну ты смотри тоже, куда идешь. Ну это было смешно, это была попытка эскейпа смешная, скажем так. Баланарочка, красивый мальчик, что есть? Есть щиток, есть башер, есть собственный. Да все есть, все нормально. Три подряд не напрягаясь, на ТПшке прилетает еще один Рак. Неплохо играет здесь Кентавр, но не хватит ему мощи, не хватит ему мощи, ну и, соответственно, довольно легко Кентавр отваливается. Остальные вообще, кто в лес, кто под рова, абсолютно ни о чем. Бристлбэк, обратите внимание, вся его команда поливала, остались они вдвоем с Аксом и это, как бы, возможность иметь артефакты. Ну, собственно, Бристлбэк довольно неплохо сражается в замесах, особенно, когда у него есть такие полезные вещи, как те, что вы видите на экране, как Кираска, да, сапожки, там все есть. ХП много, убить Ежа тяжело, и, как видите, куча Мипа только сама себе мешает, когда бьет Ежа и получает еще больше в ответку, по сути. То есть, Мипа, ну, по сути, суициднули в Пуджа, если мы... Пуджа, Пуджа, да, Пуджа, да, всех героев буду называть Пудж. Итак, следующий Пудж, это Пудж с бородой, Пудж, который пускает корабли, ну и, собственно, тоже он убивает Мипа. Давайте вот в сером Паге теперь будет Пудж убивать Мипа, окей. Следующий Пудж Блейд, Пудж Блейд атакует, собственно, тавер противника. Что можно сказать про Пудж Блейда? Ну, нафармил он себе, так сказать, Скади. Нафармил себе Миссы. Немножко странно к этому герою относятся, не все его любят, этого Пудж Блейда, но, тем не менее, как видите, когда нафармил, и ульта у него, конечно, очень хитрая, ну и, собственно, Вайпер там просто без шансов. Нормальная рампага, нормальная. Ну, вот такая, ну как, нормальная рампага, вот, нормальная. Следующий наш герой инвокер, все стандартно, мидасик, чтобы фармить, да, чтобы мама любила. Подбрасывает на ветрах бедного несчастного мужчину, тут прожимается БКБ, ну, там не спасает БКБ, она заметна. Без толку абсолютно, ничего уже не сделал. Идет вперед наглый Сайлисер, если нет Вижена, че так высовываться, говорили они, но он под тавером, типа, крик, я ж, типа, ну, могу там накостылять инвокеру. Знал бы ты, что там Зевс, конечно, не поперся бы, ну, видишь, нет Вижена, тяжело играть, короче, Вижена. Ну, и где-то вдалеке остается несчастный Тинкер, хочет попасть в него сам, ооо, ничего себе, нормально. Че-то дэмэджи прилетело хорошо, хорошо прилетело. Эмбер спирит с рапирой, опасно. Ну, играет от дефа, да, то есть ситуация тяжелая, и, конечно, здесь можно уже рисковать. И, в общем-то, да, риск оправдан в данном случае, потому что, добрый день. Вообще, я опасаюсь пацанов, которые собирают рапиру, но, тем не менее, здесь риск оправдан более чем, потому что эмберует дает возможность наносить действительно достойный урон, и, собственно, задефать худо-бедно, пока что задефать свой трон. Алхимик, пушхимик, пушхимик, да, у нас сегодня, с критами. Неплохо, красиво. Ну, и, собственно, здесь Скайрос Мейдж, который, ну, просто в ближнем бою против алхимика, это смешно. Вот такие рампаги сегодня, ребятушки. Хочешь, чтобы панда научил тебя зарабатывать хорошие деньги с помощью YouTube? Тогда переходи по ссылке на экране и в описании на мой новый канал, где я рассказываю все секреты YouTube, а также как на нем заработать.